Саламу алейкум Аллах субханаху атааля ниспослал суру Аль-Фатиха одной из первых сур в числе первых сур не задумывался ли ты почему передается причина ниспослания этой суры то что она была ниспослана после первых пяти аятов суры Аль-Аляк и после первых аятов из суры Аль-Муддафир когда пророк саляллаху алейхи салям отправился к варака ибн науфалю дяди своей жены Хадиджи и абу майсара раб Хадиджи рассказал что когда к Мухаммуду обращался голос я Мухаммад, о Мухаммад пророк убегал то есть он начинал бояться, страшился и убегал и тогда варака сказал когда в следующий раз голос обратится к тебе остановись и послушай что хочет от тебя этот голос что он тебе предлагает и действительно в следующий раз когда пророк саляллаху алейхи салям услышал слова я Мухаммад, о Мухаммад он ответил, ляббейка вот я перед тобой и тогда голос обратился к пророку и сказал я Мухаммад куль ашхаду аля иллахи ляллаху ашхадун на Мухаммада расулюллах о Мухаммад скажи я свидетельствую что нет достойного поклонения божества кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха я Мухаммад куль О, Мухаммад, скажи слова Так была неспослана сура Аль-Фатиха. Из названий этой суры ученые говорят, и сам Проксова сам говорил, что из названий этой суры Уммуль-Китаб, Матерь всей книги. Уммуль-Кур'ан, Мать всего Кур'ана. К-Аль-Кур'ануль-Азим, Величайший Кур'ан. Почему такие названия? Валакада Атайнакя Саба'ам Минал Мэтани Валь-Кур'ануль-Азим. Аллах говорит, мы даровали тебе 7 постоянно повторяющихся аятов и Великий Кур'ан. Сура Аль-Фатиха включает в себя весь смысл Кур'ана. Кур'ан нам заявляет о том, во что должен верить мусульманин. Заявляет нам о том, кому должен поклоняться мусульманин и заявляет нам о том, как он должен жить. Какой должна быть методология жизни человека, чтобы дойти до Аллаха. Об этом всем заявляет Сура Аль-Фатиха. Аль-Хамду Лилляхи Раббил Алямин. Хвала Аллаху Господу миров. Милостивому и милосердному. Это все убеждение человека. Царю в день суда. Милостивому и милосердному царю в день суда. Это убеждение человека. Тебе лишь мы поклоняемся. И тебя лишь мы просим о помощи. Это поклонение человека. Веди нас прямым путем. Путем тех, которых ты облагодетельствовал. Но не путем тех, на которых ты в гневе. И не путем заблудших. Здесь, в этих аятах, Аллах объясняет нам, каким должен быть стиль жизни человека. Стиль жизни мусульманина. Мусульманин не только должен поклоняться Аллаху С-пан-Таре, верить в Аллаху С-пан-Таре, но и должен жить как мусульманин. Вести себя как мусульманин. А не быть с той серой массой и жить как все. Да, он верит в Аллаха. Да, он поклоняется Аллаху. Но живет как все. Так не пойдет. Человек должен жить так, как Аллах желает от него. А не так, как он желает от Аллаха. То есть, я поклоняюсь, чтобы Аллах мне что-то дал. Нет, я поклоняюсь, чтобы Аллах был мной доволен. И живу так, как хочет от меня этого Всевышний Аллах. Сура Аль-Фатиха заключает в себе великие смыслы. Ученые говорят, что Всевышний Аллах не спослал более 104 тысяч книг. Много писаний, которые были путеводителями для людей. И все эти книги, ученые говорят, что все эти книги Аллах заложил общий смысл в трех книгах. Это Тора, Евангелие и Куран. Смысл всех этих трех книг был собран и объединен в Куране. Смысл всего Курана был объединен в Суре Аль-Фатиха. А смысл всей Суры Аль-Фатиха в одном аяте. И я ка наобуду, ва и я ка настаин. Только тебе мы поклоняемся и только тебя мы просим о помощи. Сура Аль-Фатиха это своеобразный паспорт мусульманина. Потому что она постоянно с ним. Человек произносит и читает Сура Аль-Фатиха не менее 17 раз в день. Она не менее 17 раз в день учит верующего человека всему Курану. Всем смыслом этой священной книги. Поэтому человек, который читает Сура Аль-Фатиха, должен понимать то, что он говорит. Понимать, чему призывает его эта Сура и весь Куран. Это своеобразная визитка или паспорт мусульманина, который всегда с ним. Читай Сура Аль-Фатиха. Сура Аль-Фатиха величайший Куран. Матерь всей книги, мать всего Куран.